Как намеренно убивают крымско-татарского активиста Эдема Бакирова? То, что я прочитал в последние дни, это буквально шокирует. В 21 веке творится не просто беспредел, а какое-то намеренное издевательство на человека. Итак, крымский татарин Эдем Бакиров, болеющий сахарным диабетом, недавно перенесший аппутацию ноги. Если кто-то знает, как тяжело проходит подобная реабилитация у сахарных диабетчиков, насколько сложно заживают швы и необходимо каждый день припинтовывать ногу, то вы можете представить, в какой ситуации находится этот человек. Кроме того, недавно он перенес операцию на сердце. Этот человек находится в СИЗО с ампутированной ногой и после операции на сердце. Мало того, что обвинения в его адрес совершенно беспочвенны, адвокат не может добиться того, чтобы его хотя бы перевели в медчасть. То есть он находится в общей камере и вынужден сам делать себе перевязки. Несколько дней родные не могли передать ему элементарно бинты. Сокамерники, находящиеся рядом с ним, возмущены не меньше, обеспокоены тем, что человек просто умрет. Сокамерники написали дочери Бакирова небольшую записку, где стояла всего одна фраза «Этот человек скоро умрет». Считайте, что это такой крик о помощи тех, кто находится рядом и тоже ничем не может помочь. Вот что говорит в последнем сообщении его адвокат Алексей Ладин. «Мы наконец-то добились, чтобы родственники хотя бы смогли передать ему лекарства, и он наконец смог перевязать себе ампутированную ногу, с которой у него проблемы. Но он все равно находится в общей камере, что недопустимо его заболеванию. Его болезни входят в перечень, утвержденной Россией, препятствующей содержанию СИЗО». Бакиров подозревается в совершении преступления по статье 222, часть 2. «Хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов», что якобы он переправил 10 килограммов тротила из 190 боевых патронов. Адвокат неоднократно заявляет о том, что после перенесенной операции на сердце больше трех килограмм Бакирову поднимать было нельзя. Представьте себе, в чем обвиняют этого человека без ноги. Сахарный диабетчик, больной человек с ампутированной ногой после перенесенной операции на сердце якобы таскал 10 килограммов тротила. При этом, что все люди, знающие его, говорят, что он в принципе по своему характеру на это никогда бы не пошел и не был способен. Бесполезно. У людей, наблюдающих за этим делом, нет никаких сомнений. Эта жестокая акция направлена на просто физическое уничтожение этого крымского татарина в Крыму, потому что он не согласен с нынешними властями и остается одним из борцов крымских татар за освобождение Крыма. Хочу сказать, что с 13 по 15 или по 16 число, когда он содержался в следственном изоляторе, в связи с отсутствием перевязочных материалов он даже не мог перевязать себе ампутированную ногу. Хотя по рекомендациям врачей необходимы перевязки 2-3 раза в день. Иначе могут начаться воспалительные процессы, сепсис и гангрена, так как рана постоянно кровоточит в связи с тем, что он болеет сахарным диабетом. В настоящее время защита убеждена, что нахождение Эдема Беккирова в следственном изоляторе представляет опасность не то что для его здоровья, а для его жизни.